всем привет дорогие друзья другие подруги здрасте почти бритьё если среди вас есть кто-то кто еще не запасся попкорном чаем пивком что у вас там есть самое время запастись поставьте на паузу потому что разговор выйдет не короткий очень много хотел бы вам сказать во первых строках хотел бы сказать спасибо спасибо всем тем людям которые не поленились и на сайте нашей компании хомлайшавинг оставили свои отзывы о старте о тех танках которые они приобрели потому что ребята ну на самом деле очень сильно помогаете тем людям которые приходят и которые еще не определились которые еще не понимают надо им это не надо вы потратили частичку своего времени частичку самих себя и очень сильно помогли не только нам но и тем самым людям которые приходят кто же это алексей орехов денис сергей осин юрий сильвестров михаил дмитрий пряничников владимир дегтярёв григорий серёгин сергей сергей алексей коробкин и андрей и дмитрий ребята вот всем вам я хотел бы сказать огромное спасибо парни а если среди вас найдутся еще люди которые покупали нашем магазине станки у вас есть свое мнение об этом станке она уже сформировалась его вдруг найдете свободные пять минут чтобы просто прийти оставить его ребята буду бесконечно благодарен потому что это на самом деле очень сильно помогает помогает всем помогает распространение русской бритвы внутри нашей страны внутри россии и за рубежом помогает тем людям которые пришли которые еще обладают минимум информации а вы эту информацию даете не откуда-то там а из первых рук из первоисточника неважно какая это информация главное что вы ее даете вот за это вам всем огромное спасибо но этим людям которые все-таки смогут прийти оставить свой отзыв тоже огромное спасибо вторая новость новость из-за рубежа и ни для кого не секрет что мы отправили отправили 9 обзорщикам за рубеж танки на посмотреть и да конечно не секрет господи раз на два че даже знают об этом даже кстати свой прогноз уже выдали я не против я только за все они уже получили самый последний из них это был лука динара он получил на прошлой неделе и из этих девяти человек уже четверо оставили свои отзывы это киви шейс шотландия киви дорогой ты мой человек вот пройдут еще год два три пять десять двадцать лет а ничего не изменится ты по-прежнему будешь оставаться тем самым первым человеком который сделал первый англоязычный обзор на старт но я бесконечно тебе признательна не только за это за то еще что у тебя душа открытая вот глаза это зеркало души и ты когда бреешься ты когда что-то говоришь вот тебе что-то не нравится или что-то тебя не трогает это видно тебе что-то нравится это тебя трогает это тоже видно у тебя глаза начинают блестеть по-другому совсем вот за это тебе тоже огромное спасибо ну и кроме этого еще конечно крис крис моден австралия крис я так и не понял что случилось твоей левой рукой но я от всей души желаю чтобы поскорее она выздоровела я конечно тоже бесконечно рад что станок тебе понравился что ты его сравниваешь с паршетом и со всеми делами приятно приятно честно приятно и по поводу автошеева но не ожидал что вот в австралии так вот прям аж ух ну блин тоже тоже нравится что попало что попало в точку потому что вот исходя из того что я слышу скорее всего мы скоро начнем производить автошеевы и не только дежавю на и другие в 50 миллилитровой таре чтобы их легче было отправлять за рубеж на них меньше реагирует авиакомпании кроме этого еще сделал кэн киркап соединенные штаты кэн у тебя тоже глаза блестят тоже глаза блестят это оборотка который ты себе отпустил но она конечно прикольная прикольная я себе тоже такой по разделу но отдельное спасибо все таки за тот энтузиазм который ты делаешь свое дело и за то количество подписчиков которые это видят и приходят на твой канал потому что когда мы приняли решение и написали тебе ты ответил у тебя было всего лишь 8000 а сейчас их уже более 14 это говорит о чем о том что не только мы это видим люди это тоже видят и вот за это тебе тоже огромное спасибо ну и конечно оформление твоей студии но это просто шаг блин такое количество олдскульных бритвенных плакатов ну блин обзавидоваться можно спасибо тебе огромное и предпоследний человек который буквально вчера разместил свой обзор это пол хамфриз англия пол я смотрю ты маленько поправился нормально хорошо это это все здорово ты почти в точку попал дожавью очень искренне радовался когда ты удивился сочетанию корицы и хвои но это же мэри крисмас это же рождество так и должно пахнуть именно поэтому это все и закладывалось и тоже конечно от всей души рад что это тебе понравилось оставшиеся ребята такие как перлит кириль пускай у него немного подписчиков но он говорит по-французски то есть это франция канада он получил на прошлой неделе следующий лука динара ну тут блин он получил самый последний в австралии уже получили в англии везде в америке а он еще нет как-то почта работает я не знаю но в данном случае сработала так геофэд бой получил тоже один из последних но от всей души надеемся скоро от него мы увидим обзор ну и конечно мы это мы это разор импариум это тот самый человек который явил на свет рекса он тоже получил на следующей неделе на прошлой неделе на этой неделе вроде как обещался на страницах форума что сделает обзор давайте посмотрим давайте посмотрим послушаем от него особенно интересно услышать его мнение потому что человек то непростой человек сам занимается бритвостроением поэтому все его мысли было бы интересно услышать я конечно же несколько расстроился когда он расстроился после того как американские подписчики американские люди кому интересна тема бритья с нашего канала утащили скриншоты тайги показали мэтту ну я расстроил что он расстроился ну другой стороны мы но все же на месте не стоит ты сделал рейкс кстати да мы не с не с твоего станка это делали роквелл пытается три года уже сделать роквелл т что-то идет что-то меняется вот мы решили а почему бы не мы никто кроме нас если ты сам для себя не решишь что ты что-то изменишь просто ждать когда придет дядя вася там дядя петь или кто-то там еще изменит никто не изменит хочешь делай не хочешь все булки мять иди займись чем и другим вот мы решили что мы сделаем так что вот такие вот ребята новости за рубежа скоро еще пять человек должны я надеюсь выйдет свои обзоры и мы посмотрим что да как да почему кроме этого есть конечно новости и зазеркали зазеркали это для меня те люди которые несколько выпали из современной реальности и думают несколько по-другому у них своя точка зрения на кове они несомненно имеют право да конечно но с моей колокольни все-таки как-то оторван от действительности но думают и думают ладно пожалуйста зато и одно знаю точно они тоже следят за движением продвижением старта за всеми его успехами и не успехами чему они радуются больше остается только догадываться но такие люди есть и от меня вам тоже респект и уважение надеюсь ну вам когда-нибудь в руки попадет этот станок и вы сами сможете разобраться где откуда он сворован и насколько он хорош или плохо по качеству от фирменных зарубежных хороших по качеству еще одна новость но не очень хорошая youtube в который раз уже на моей памяти за последний год наверно седьмой или восьмой взялся за обрезание каналов и последний раз это вырвалось с тем что очень долго застрял на цифре 30 ну то есть буквально долго сейчас я частично это могу объяснить тем что на канале есть контент от вейпа вейп каналы все заморозили вот сколько было на тот момент как они приняли решение столько осталось и не важно там приходят подписчики не приходят подписываться не подписываются у людей у которых каналы ориентированы чисто на вейп вот как замерло на определенной цифре так вот целый год и стоит уже это и алекс это и москит это и другие парни редкое исключение составляет людей у которых все таки растет но большинство заморозили вот сейчас они объявляют очередную чистку поэтому ребята будет ласка если вы еще не подписались подпишитесь если вы еще не поставили колокольчик поставьте потому что youtube он такой он может запросто вас отписать вы знать не будете что вас отписали вы куда-то там уже выпали из обоймы поэтому вот если есть такая возможность проверьте и что надо там поставьте еще одна новость я наконец решил объявить состав команды с которой мы работаем потому что не раз и не два возникал вопрос там а там чего иванов он наверняка не один он с командой да ребят с командой потому что тот объем который сейчас проворачивается в нашей компании home like но для одного человека просто не померен не посилен одному все это сделать но несерьезно несерьезно поэтому в нашей команде есть несколько замечательных парней начать хочу наверное с того человека на котором все заканчивается это александр александр это взрослый самодостаточный мужчина семи руки пяти ног который вот он все пакует и все отправляет и причем он это делает так что даже вот вся мощь пр не может сломать того что он сделал дай бог чтобы дальше так было просто все посылки которые мы отправляем доходят целости и сохранности независимо от содержимого еще у нас есть алексей алексей помимо того что в менеджер это еще эти специалист если у вас какие-то вопросы там по компьютерам по программам по железу или еще почему-то это тот человек который придется разрулится покажется расскажет отремонтирует дунет плюнет протрет лобовик и все заработает и все зафорычет это тот человек который может реанимировать практически любой комп и заставить его работать нашпиговать программами дать ему пенделя под сраку разогнать так что он будет визжать как феррари это всего лёха кроме всего есть у нас еще и дмитрий дмитрий это тот человек который принимает на себя основной удар после того когда все изделия приходят производству потому что он все это сортирует он все это проверяет на качество он свет раскладывает по полочкам он все это промывая стерилизует потом все это укладывает в коробке потом все это в пленку это динка это динка да когда во времена шлага конечно бывает такое что мы все приходим ему помогаем но основную лямку тянет он за что ему огромное преогромное спасибо а еще у нас есть сергей тот самый сергей моисеев ссылку на которую вы можете увидеть под любым видео по бритью потому что сергей моисеев это наш менеджер по продажам где есть старты где нет сколько чего осталось сколько чего будет если что-то заказать если что-то купить любые телодвижения со стартом это все сергей помимо всего прочего человека еще неплохое знание английского поэтому всю зарубежную аудиторию которая проехает не по-нашенски серега держит на себе все разводит все фиксирует все делает все устраняет ну и плюс еще он неплохо соображает компьютерах поэтому всякие там таблицы всякие там века прочее 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 вот короче вы хотите купить старт это вам не ко мне это вам к нему я так и делаю к сереге потому что учет контроль тарам 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 это все сергей за что ему тоже огромнейшее спасибо ну и пожалуй самый главный товарищ во всей этой команде это человек который в обычной жизни добрый папа это семейный человек у него недавно родился еще один ребенок и состояние доброго папы это его нормальное состояние но не обольщайтесь потому что если вы все-таки перегнете палкой доведете человека до белого коленя он может быть и дрил сержантом с дрюка и так что блин штанов будете выпрыгивать и не будете знать куда ломиться плюс ко всему это тот самый человек который вот все что я вам рассказал сергей алексей александр дмитрий он может сделать это все сам и гораздо лучше чем эти ребята порой если у парни что-то не получается они все бегут евгений васильевич а вот подскажи евгений а вот расскажи и он показывает он рассказывает он подставляет плечо иногда ребята перегибают что могут сделать сами но все равно бегут к нему и тут просыпается дрил сержант пистон без вазелина все нормализуется все начинает сунциклировать и как только приходит евгений васильевич он же евгений делает руками так и все начинает работать ваш же покорный слуга иванов вадим викторович я всего лишь железки я всего лишь производства я лишь всего лишь что-то новое что-то старое что-то по геометрии что-то там по металлу что-то он короче вот я зампотех вы меня не трогайте вы меня туда не тащите давайте я вам сделаю а вы продавайте вот так примерно такая политика и вот пока на всех устраивает пока всем все нравится и пока у всех все слава богу работает вот всем тем парням про которых я вам сказал я хотел бы сказать огромное 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 вам ребят спасибо потому что так как работаете вы это еще получится вы просто молодцы и это вся та команда которая вот и называется собственно home like вот теперь вы все знаете и еще одна новость новость от друзей пусть это кому-то и не нравится но сейчас опять пойдет речь о бурмате вернее с него началось речь пойдет обо мне ребят не знаю как вы но вот я сам за себя знаю что порой вот то что вот очевидно то что перед глазами ты этого не видишь ты не замечаешь хотя ты осознаешь что да это есть но не воспринимаешь его неправильно не даром же люди говорят тут смотришь книгу вешки куда это не на пустом месте было то же самое со мной сколько раз я говорил новички не давите новички держите двумя тремя пальчиками новички берите без давления да говорил но сам так никогда не делал я всегда давил всегда и не видел в этом ничего плохого потому что меня все устраивало все было нормально сколько раз говорили не веди без пены я так делаю если скольжение мыло позволяет то что нет то видать одно на другое наложилось а нет ребята в эту субботу мы по скайпу разговаривали с урмасом и я видел что человек не в себе я говорю у нас что случилось он говорит вадим я не знаю что делать я настолько в шоке что я просто обалдел оказывается урмас уже больше месяца бреется без давления на жидкой пене он специально делает себе пену более жидкую чем он делает всегда примерно вот так как александр тернацкий рассказывал чтобы еще чуть-чуть и она у тебя польется покапает и он бреется тремя пальчиками без давления и он нашел какие-то такие слова пожалуй на минут две позиции я бы отметил первое это он сказал что я теперь не знаю что делать потому что я серьезно задумался зачем не бриться клинковыми у него пасы это тоже немерено и точить он их умеет вот как вы знаете и плюс ко всему вот наверно последняя фраза которого сказал тут самое главное контролировать себя потому что если не будешь контролировать буквально после нескольких движений 35 движений сделал ты перескакиваешь на обычный хват начинаешь давить и пошла руда все ты забыл ты уже бреешься опять с давлением вот это самое тяжелое вот к этому приучить себя очень тяжело и он сказал так что я я проникся я смотрю в книгу уже не видел фигу я видел то что я дебил что я дурак что я вот столько лет сам себе голову морочила я хочу попробовать я попробовал буквально следующий день воскресенье было бритьё я проверял опытный образец не стал вам показывать что известно что будет а где когда сколько отдай скорее ну ребят счет пока нечего вот когда будет все расскажу так вот я брился без давления и тут уже я шок попал потому что сделал тут самую пену как говорит урмаз добавил побольше воды нанес и вот так аккуратненько тремя пальчиками все три прохода я подфигел потому что основная засада которая меня ждала это вот мои вот эти вот места где сами понимаете натягивать надо и поддавливать потому что он волос так залегает вот по пандос полный зато все остальное было просто bbs у меня на коже на моем вот этом любимом месте даже покраснение не было ну было там легкая легкая но так вообще румяне скажем так я офигел и еще больше офигел когда через два-три дня щитина начала отрастать я понимаю что это я не тэшкой брился потому что после тэшки так не отрастает так после опаски отрастает но это не так я брился тэшка так не может быть говорил я сам себе и каждый раз трогал рукой и понимал что вот эти вот знаете тверденькие более жесткие чем после тэшки отростки и как бы цилиндрические но это как после опаски ребята в основном обращаюсь к новичкам если кто-то из вас до сих пор еще бреется с давлением забудьте забудьте и последуйте совету урмаса контролируйте себя делайте пену пожиже и самое главное не сбивайтесь вот как взяли себе за правило так и брейте до самого конца без нажима минимизировать нажим насколько это возможно насколько вы в состоянии насколько вы можете это сделать и каждый раз бейте себе башку от начала до конца не давить не давить не давить не давить если вдруг если вдруг у вас сила воли такова что вы выдержите это побреетесь без нажима до конца точно так же как вы раньше брились ребят я вам гарантирую вы будете удивлены просто кстати это один из реальных способов для бритья каждый день вам не надо что-то супер-пупер агрессивное брать вы каждый день можете так брить потому что давления нет вот такие брат дела попутно я отметил еще одну маленькую штуку тот станок которым я брился он был весом 95 грамм возможно это подвигло вот на такой результат и что тяжеленький станок сами понимаете да то есть при общей массе станков 50-70 грамм от 95 но потяжелее чем обычно вот легким я смог бы так побриться это вопрос это вопрос но факт остается фактом я побрился так что до сих пор еще в офигении и блин вот понравилось понравилось ну и наконец мы подошли к вопросу последнему вопросу нет предпоследнему там в конце еще одна фишка есть к которой я хотел бы с вами поделиться этот вопрос от константина олеговича тот самый константин олегович который на канал прислал помните шаветки то много еще чего наша ветка необычно там с колечком с алиэкспресс такая фидиперстовая так вот константин спрашивает вадим когда будет завершён конечный вариант тайги можно ли 41 углу заменить тайгой ну и там с этим вот еще третий какой-то вопрос сейчас выпало из головы не могу сказать по цене по цене когда будет цена хочу сказать следующее внешний вид тайги уже готов с сегодняшнего дня она запущена производства скажу больше будет запущена не только она но еще 50 кастомных ручек но из титана другой насечкой объясню почему так вот ну хоть по работе не показывает но сейчас и так краем глаза я просто дам посмотреть только никому это вот между нами вот так вот будет выглядеть будущее тайга переработали все что можно да за это пришлось заплатить кое-где кое-чем но тем не менее сделали следующее предыдущая центровка которая была на тайге она была в 23 миллиметрах от головы нам удалось ее сместить аж до 18 но заплатить за это ну дыркой в попе как я не отбрехивался как я не хотел этого делать а все же пришлось потому что ну как еще облегчишь самый очевидный вариант сделать тоньше ручки хоть из 316 нержавейки но все-таки необходимый запас то там нужно оставлять да что-то там сняли но это все равно не решало вопроса только в дырка попе спасла ситуацию и мы смогли убрать несколько грамм и сместить ближе к голове то что тот баланс который был он будет еще интереснее но и плюс ко всему кому хочется все-таки оба вашей так чтобы прям давление было на башку ну тут вам кастомная ручка из титана в помощь сможете вообще переиграть эту плюс новая игрушка конечно в комплект она входить не будет она будет продаваться отдельно в комплект будет входить лишь предустановленная гребенка ну и отдельно рядышком будет лежать это есть комплект закрыта голова вот так двухголовый тайга и пойдет в люди плюс ко всему конечно гайку гайку сделали ну помните то безобразие которое внизу торчало то есть вот сейчас несмотря на то что мы ее расплющили но все-таки 4,2 диаметра сохранила и как бы я не хотел перенести цифры на гайку не получилось парни сказали пас а если будем делать это будет стоить как космолет поэтому все цифры остались на тушке но зато гайку сделали на славу как я думаю потому что раздвинули насечку несколько видоизменили и да конечно на винте сделали тоже вертикально ну так знаете что для симметрии фэн-шуй то есть все плюс кое-что переработали и сделали так что теперь скажем так те позиции которые вот я вот заложил изначально что будет так нам удалось сделать регулировка будет от 0 5 до полутора то есть вот вы взяли в базе на ноль поставили на единицу у вас будет полового 0 5 по старту выкрутили у вас будет полтора зачем за тем что мы этим перекрываем всю таблицу мировую таблицу агрессивности от нуля до десятки но и на этом мы решили не останавливаться мы решили не ставить стопор на гайку и те экстремалы которые захотят они смогут выкрутить еще больше то есть уйти за предел полторашку куда их там заведет я не знаю но это уже мы умываем руки это к нам никакого отношения не имеет потому что вот мы от нуля до шестерочки отвечаем а там ребята на ваше усмотрение но есть что там будет по мировой таблице 11 12 13 я тут уже как бы фиг его знает но вот такую возможность такой инструмент мы вам все-таки сможем дать производители обещают что пяткой в грудь там клянуться что до нового года надеюсь что так и будет ребята нас услышали серьезно подошли к вопросу сейчас вот ждем еще одна причина почему сделали 0505 полтора и не стали ставить ограничения это выведет тайгу в разряд уникальных и не только тем что она идет с гребенка изначально потому что никто до нас в мире не делал этого мы первые это решили сделать но еще и благодаря тому что мы делаем такую глубокую которая перекрывает полностью всю мировую таблицу и уходит еще дальше один момент лезвие на протяжении всех этих этапов которые каждый будет рабочий будет жестко зафиксирована вибрация исключена как в принципе как факт как явление вибрации никакой не будет или за закреплено максимально близко насколько это возможно по конструктиву крк так вот при такой регулировки и при таком креплении лезвия ребята этот станок будет уникальный только тем что нет таких других станков больше хотите что-то в этом диапазоне покупайте отдельный станок вот такой чтобы он один и все перекрывал таких больше не будет кто-то скажет но вот там фьюжн да да фьюжн только не от нуля начинается это во первых во вторых когда вы полный оборот сделаете уходите выше так на нашем то собственно это тоже можно но вспомните тот жим-жим который там происходит там лезвие уже начинает подвибрировать как и на меркурий прогрессе а на нашем это на тайге исключено поэтому второго такого станка в мире пока не будет ну возможно когда они появятся но не сейчас мы пока первые так что вот от всей души надеюсь что к новому году мы вам все сможем это презентовать и кто захочет себе побаловать подарочком тот все-таки сможет будет всего 100 штук и 50 кастомных ручек ну вот вот такие вот новости по поводу второго вопроса может ли тайга заменить сорок первую голову контантин тут есть два важных понятия подмена слов подмена понятий каждый раз когда мы говорим агрессия первоначальное понятие которое мы складываем помните мировая таблица агрессивности станков агрессивность что имеется ввиду имеется ввиду способность танка сбривать щетину и чем выше агрессивность тем выше это способность тем меньше агрессивность тем меньше это способность но иногда под агрессивностью люди начинают понимать то как он бреет там своем выступлении вот своем этом посте ты говорю что вот я там взял агрессивный такой агрессивный такой он мне там вот так прям вообще никак ты пойми да то более агрессивно на геометрия то у него другая как следствие у него другой комфорт так вот если соединить два месте эти понятия агрессивность комфорт агрессивность комфорт агрессивность комфорт три точки я показал агрессивные средне агрессивные и мягкие станки тут все начинает проясняться и становится более понятным 41 голова и голова 1.18 которая несомненно тоже будет в тайге их можно примерно сопоставить моем понимании 1.18 бреет лучше но это не так потому что примерно половина людей говорят да ты чё 41 бреет лучше но если взять и соединить эти две половины то можно сказать что с 1.18 бреет не хуже чем 41 ну чтобы мы все помирились и не спорили так вот да это так но комфорт понятие комфорта у 41 и в 1.18 они разные совсем 1.18 ты идешь и тебе комфортно вольготно у тебя никаких жим-жимов да лезвие ты чуть-чуть чувствуешь но это первая голова из всей линейки голов на старте где ты на самом деле начинаешь чувствовать лезвие потому что на 0.9 а на 0.69 ты его не ощущаешь совсем и во время бритья даже проверяешь а если оно там а на 1.18 ты его только-только начинаешь чувствовать а 41 голова где ты всегда будешь чувствовать и ярко его чувствовать прям вух как чувствовать и это не тот станок который даст тебе пошалить как 1.18 шаг влево шаг вправо и все именно за эту резкость многие люди любят 41 голову так вот надеюсь я ответил на твой вопрос если тебе нужен повышенный комфорт это старт и все что с ним связано если тебе нужна вот та резкость на которой работает 41 голова и тебе нравится это и тебе это по кайфу но тогда тебе 41 голова старт никогда не заменит 41 голову по чистоте они сопоставимы и возможно даже соперники но по комфорту это разные станки их нельзя сравнивать они совершенно разные это все равно что есть сладкое и кислое но кто-то любит кислое кто-то любит сладкое кто-то любит острое вот как их вместе да никак а джика получится ну вот понимаешь надеюсь тоже ответил но по поводу цены ребят его сегодня только начали делать давайте уже дождемся когда уже там к выпуску там уже по ценнику определимся но то что он будет не дороже рекса амбассадор но это стопудово насколько дешевле пока говорит рано ну вот вилка между амбассадором и десятью тысячами где там вот эта шкала становится это будет понятно уже после того как станок будет готов сейчас пока никак не скажешь совершенно и та мысль который я с вами хотел поделиться если у вас не кончился попкорн я вам все-таки скажу ребят совсем недавно вчера буквально ко мне в контакте обратился человек новичок горит в один виктор я вот смотрю вот на такой станок вот как думаешь посоветуешь учел как но я ему выдал три варианта скину ссылку на главбрит вот были смотри там любой стану который есть там 50 100 рублей он тебе подает скину второй вариант как раз парнишка с казахтана прислал ссылку на желает жилет блю говорит вот викторич классный станок давай я тебе пришлю и третий вариант люксовый ему сбросил ссылку на наш российский сайт не угадаете на какой я говорю вот обратись человеку скажи что от меня и расскажет покажет там говна нет и сегодня буквально утром он не скидывает ссылку на какую-то бабочку дурацкую с алиэкспресс и говорит а вот об этом станке что ты можешь сказать меня аж пукан прорвало но вот человек спрашивает ты ему со всей душой отвечаешь тебе уже за бесплатного консультанта ну ладно 100 500 тонков еще притащишь и по каждому тебе отчет давать я тебе уже сказал что я имел ввиду на этом начале было а потом я понял что это сработало то самое что есть во мне есть тебе есть в нем есть в каждом из нас я сейчас очень сильно думаю по качеству видео мы сейчас в это план и тоже будем заморочены и каждый раз когда я вижу хороший видос первая мысль которая у меня в голове на какую камеру он снимал каждый раз когда я захожу какой-то бритвенный магазин и смотрим на дорогие помазки на дорогие станки думал ты блин смотри какой хочу нет никто не спорит хорошим инструментом работать всегда приятно всегда приятно чем каким-то дешманским за три копейки но есть недорогие хорошие за дешманские то то что китайцы сейчас продают за 40 50 рублей у нас здесь в россии мы вообще не говорим это те самые фольга фанти который взял скрутил и все это дешманская а то что на главбритве можно взять до 50 100 150 рублей это хорошие станки да они дорогие но хорошие жилет blue ссылка которую вот и парнишка прислал оставлю в описании под видео если интересно ребята два с половиной бакса 3 бакса карл и бесплатная пересылка это хороший станок для новичка тем более но мы же думаем о другом о смотри какой классный видос вот было у меня такая камера я бы наверно еще лучше снял о смотри какой дорогой станок были вот был бы у меня такой станок я бы счет как побрился побрился на я вообще ребята на всем этом пути мы забиваем забываем про себя ты когда видишь мастер играет на гитаре или на скрипке или гоняет там на формуле 1 ты его за любую тачку посадить ты ему любую скрипку в руки дай ты ему любую гитару даже за 1000 рублей дай в руки он сыграет и ты поймешь что это мастер знаешь почему потому что он мастер он уже прошел определенный путь на вот этой вот стези становления он уже узнал что можно что не можно как надо как не надо вот он уже прочувствовал все это если ты хорошо снимаешь если ты хороший оператор ты на телефон классный видос снимешь я вот об этом ребята вот у нас за всеми вот этими побегушками за всеми вот этими устремлениями мы забываем про себя мы забываем себе сказать ты бреешься плохо не потому что у тебя станок плохой то что у тебя руки кривые или потому что ты знаешь чего-то не все или ты об этом узнал мало или ты этого не понимаешь или ты это не хочешь делать или ты еще что-то как про себя я сегодня пример приводил не давить на станок сколько раз было говорено переговорено вами же и мной самому себе а вот звоночек от тормоза понадобился чтобы у меня щелкнуло и заработало ребята прежде чем брать что-то гнаться зачем-то подумайте о себе а все ли вы уже знаете а на самом ли деле вы понимаете что без станком вы можете бриться не только от гардену от верхней плиты а на самом ли деле вы понимаете что перед тем как бриться нужно с кожей что-то сделать там подготовить ее как-то а на самом деле вы понимаете как сбить пену что ее можно сделать влажной средней нормальной что ее можно пересушить что можно перевлажнить вот об этом вы уже тоже в курсе а вы в курсе что покупая новый станок и начинаем бриться вам нужно взять 5-10 лезвий и подбирать лезвие к этому станку, потому что треугольник, станок, ваша шкурка и лезвие уникален. Уникален в вашем случае, потому что у вас своя кожа, своя щетина. Из этих десяти вам может быть подойдут пять, а может быть ни одно не подойдет. Вы об этом не забыли? Если вы поменяете станок, начиная всю игру сначала, опять бери лезвие, опять подбирай. Почему? Потому что ты такой какой ты, другого такого нет. Все, что я сказал, это не касается коллекционеров. Это отдельная каста, за них говорить я опас, потому что это ребята уже тоже погнаете из параллельной вселенной, и я их уважаю. Но, блин, слава богу, я не такой, потому что если бы меня еще в эту сторону поперло, это была бы опа полная. Надеюсь, вы услышали то, что я хотел сказать. Прежде чем зачем-то гнаться, начните с себя. Все ли вы умеете этим инструментом? Если вы хотите выкопать яму, вам не нужен для этого экскаватор. Размеры ямы, как, чего, совочек делать, тынь, 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 или лопату. То есть, вот, и об этом со своего мастерства его вначале нарастите, прокачайте до 80 уровня, а потом уже всякие там апгрейды на себя вешаете. Вот об это я хотел сказать. Ну что ж, ну все ж, пожалуй, что пора прощаться, пошли бриться, а бриться будем уникальным станком, о котором многие из вас даже никогда не слышали. Но я скажу, что стоимость этого станка по нынешним меркам зашкаливает. 25 и выше. Ну все, это будет в следующем бритье. Добра, счастья, радости, берегите себя, берегите своих близких, дай вам здоровья. Пускай всегда-всегда все будет хорошо. Берегите себя, свою семью. Пока-пока.